Привет всем, новичкам. В этом туториале я буду говорить, ничего не буду показывать. В общем-то, этот туториал исключительно про то, что надо делать новичкам. Первое, с чего надо начать, это с чего начать. С чего-то надо начинать. Многие начинают, как говорится, видео искать туториалы. Я сразу могу сказать, что нынче туториалов нормальных нет. Никто этим не занимается, никому это не интересно. В первую очередь, лучший туториал, вот по которому я учился, это вот туториал вируса. Я учился сам по этому туториалу, но он устарел. Потому что там показывают старые базы, старые движения, которые вот сейчас что-то начали вспоминать все дружно. И, собственно, уже все. Говоря, бой тушен. Значит, так, первый. Вообще, тут я рекомендую учиться туториалам вируса все равно. Потому что вот эти все туториалы дурацкие, которые будут всякие там эти, сейчас эти шпалаты, они вообще не как-то по сравнению. Потому что там показывают фишки, а фишкам сразу жить за эту группу. Тогда получится каша полная, вообще не каша. У вас жало чуть классно. Но, в принципе, если вы хотите, я не буду зарекламировать, вы можете пользоваться туториалом вашего покорного службы. Подрекламировал. Туториалы, асфальт, а где? Так, с чего начать, вы бы хорошо обучал. Хороший. Вот, если за что я не люблю пушевку с Финзе, там многие движения показаны совсем плохие пракурсы. Теперь база даже, она показывана с такого ракурса, что там вообще база от вас не отличается. За это я не люблю эту пушевку. А так, в целом, пушевка достаточно хорошая. То есть, в принципе, вы можете пользоваться моими туториалами, либо туториалы вируса, либо туториалы с Финзе. Я все-таки рекомендую туториалы внутри. Туториалы вируса, потому что там все гораздо лучше расписано. Значит, дальше. Главное сделать видео с первой тренировки. Не удаляйте его и храните его до конца. Потому что вам, до конца, где-нибудь через год или два, станет интересно, как же это выглядело. Не найдя туториала, вы горько огорчитесь. Я сам искал его, свой первый видео не нашел. Мне, честно говоря, это неприятно. Оно было, я его полнул уже в феврале на форум, потом его оттуда удалил. Значит так, где следует тренироваться? Тренироваться следует дома. Лучше мне тренировка — это дом. Если, конечно, там есть зеркало и... Тренироваться следует дома, если там есть зеркало. Что, все? Не знаю. Ну ладно, давай продолжим рассказывать. Значит так, следует тренироваться дома. Либо возле таких вот зеркал, смотри, покажи это на зеркало. Вот это зеркало. Это модоператор, камошедочка. Видим гуськой. Да. Значит так. Вот таких мест где-то притренироваться. Центрский бульвар, станция «Литро». Да. Это место. В общем... Народ... Мнение народа о танце. Народ, по правилам, не реагирует. Максимум, что может быть, к вам может подойти какая-нибудь чердовольная дорожка и сказать, что, в принципе, это будет все хорошо, и вам надо открывать ваш столб. Это маршрум, что мне не будет. Вы, наконец, умолчаетесь по-русскому, вам нужно обращать, потому что она в тех маршрум. Она в тех маршрум. Я даже на это попал. Значит так. Эээ... Куда... Куда следать первое видео для отбора? Эээ... Ну... Вконтакте не рекомендую скидывать вообще ничего. Но потому что там засирают просто не за что. То есть... За то что вы там... У вас там мотки разные, за то что... Ха-ха-ха... Скидывать смочки разные. За то что вы у «Зидаста» снялись, эээ... за то что вы там, общем, за мелочи всякие засирают там просто. Для отбора я рекомендую кидать видео в наш альянс. Опять! Альди реклам. Ну ладно, пофиг мне. Ну потому что там просто я модерирую все это, все это говно, мне не нравится, когда затирают, поэтому я, как правило, не люблю. Еще рекомендую скидывать на dnbdance.ru, это тоже достаточно хороший ресурс, там тоже модератор, вполне адекватный человек. Вконтакт, опять же, скажу, вообще ничего выливать не стоит, ни в одно сообщество. Значит так, что следует изучать? Вначале у нас следует изучать танец, какие движения, кем они были придуманы, искать истоки, в общем, могу примерно сказать, кто является создателем dnb-культуры. Это вопрос достаточно спорный, но в общем-то... Хрен-то! Но в общем-то все эти люди, это... В одной версии это Гизма и Ати, в другой версии это Ати, Гара и Гэри. Ну, в общем, кто-то из этих людей. Не, прикольно, рассказывай про Ати, ты такой на собачку показываешь. Окей. Значит так, понятия, надо чистые понятия. Потому что если вас засрут такими понятиями, которых вы даже не знаете, то есть, то есть, а что такое, ну, а что такое, гонотопцы? В общем, вас... Блин, мы не поймем ничего, кстати. Вы изучаете понятия? Я бы уже закрыл, чтобы сюда поташел. Значит так, стили. Вам надо знать, что простили. Где они появились и откуда они вообще... И что их придумал? Кто их придумал, это вообще... Как правило, никому неизвестно. И где их придумали тоже многие, путаются постоянно. Знают только, что панду придумал какой-то чел из Владимира. Стиль панда есть такой. Я не танцор панда из Питера. Значит, нужно также знать лучших танцоров своего времени. Например, в 2009-м это был вайрус. Кокос. В разных слоях разные. Новички, нормальные профессионалы, вот все самые адекватные люди, у них был сам популярным танцором вайрус. Особенно после того, кто снял свои знаменитые туториалы, которые просто взорвались по интернету, и все по ним начали учиться в 2009-м. Вот тогда это было круто. Дальше. Развитие истории. То есть вам надо знать хронологию главных событий. То есть, например, когда там появилось видео со Стэм. Ой, какой со Стэм. The Five, когда появилось видео. В общем-то, когда все это появилось. Когда что начало появляться? Значит, парамузыку. Вам надо дать парамузыку элементарные понятия. Название, характерные черты звучания, основные лейблы, в которых вы можете прекращать музыку. В общем, так. Дальше. Отношение к танцорам. Сообщества, в контактике, вообще, не в сутях никогда. Там никогда вы нормального отношения... Там никогда нормального отношения не увидите, не услышите вообще никогда в жизни. Потому что там к новичкам отвратительное просто отношение. Там и усирают. Остальные нормальные участники их следует уважать. Проявляйте уважение к танцорам. Если вы проявляете уважение к танцорам, а они к вам не проявляют, очень жаль. Значит так. Как часто следует снимать видео? Ну, раз в месяц, раз в две недели. Каждый день не надо снимать. Причем следует снимать, когда у вас вид какой-то прогресс уже. Когда вы видите прогресс. Каждое свое видео выливать не нужно. То есть вы можете снимать видео для тренировок. Господи, это такое набежание-то. То есть вы можете снимать видео в тренировках и по ним уже учиться. И смотреть, что у вас не так может. Замедляйте их, что угодно с ними делать. Там никто не видит, и человек уже научит просто. Почти две минуты снимали. Дальше. Какие критерии хотите? Критики, но боюсь об этом сказать. Я вот не помню, я бы подразумевал под этим пунктом. Но в общем-то, просто выливайте на сайт любой нормальный Dmbz. Ну, Dmbz.ru тоже. Нормальное сообщество. Кстати, перед тем, как выливать видео, посмотрите, какая идет критика в видео. Видеозапись. сообщество. То есть если там идет фу ты, говно, ну бы я позорился вообще, иди смотри обучалки, ты никуда не годишься, лучше вайф пойти нахрен скультуры. Не выливайте, ни в коем случае. Вообще, я рекомендую. Это у них, кстати, новички. Если новички, смотрите видео новичков. Там обычно все открывается. Все прошло. Какой лучший обувь играет татлянцы? Самый такой распространенный вопрос. Скейтерская обувь. Смотрите, вот скейтерская обувь. Вот эта скейтерская обувь. В чем она все это обычно в кедах? Обычные кеды, они, тряпичные в них, в принципе, развивается хорошая скорость. Это не скейтерская обувь. Я знаю. Значит, это показывать. Просто так. Засыраниц. В общем, на обычные кеды. Не вижу. В общем-то, обычные кеды, это... Вот обычный кед. И обычный кед. Обычный кед. Вот у меня. Нет, это не обычные кеды. Вон там обычные кеды. Видите, отражение красное. Это, по-моему, обычный кед. Ладно, пофиг. В общем, обычные кеды, у них такой белый нос характерный. Типа коммерс. Коммерсы есть. Коммерсы есть. Коммерсы есть. В общем, это самая популярная марка обычных кедов, это конверсы. Нет, это не делай нос. Вот делай нос. Ну, я знаю, что это. В общем, кеды виды типа конверсов. Дальше. Еще кое-что. Как участвовать в баттлах? Онлайн и реальных. Онлайн баттлы это баттлы, которые приходят в сети. У них, как правило, отсутствует нормальное судейство. Но если вы хотите просто поверить, посмотреть, какие у вас силы, сравнивать себя с остальными танцорами, то вы будете можете в них... Что? Что, Дэнчик там еще не осталось? Нет. Ну, давай рекламу. Рекламную паузу? Нет, за рекламу. Ну, турнир. Значит так. Всем участвовать в паре на Федерации 3123. Все. Если ты посмотрел это видео, то должен обязательно поучаствовать. И вообще, это круто чел, иначе ты должен смотреть, участвовать в баттлах и связарах записаться. Федерейшн Турнамент, там тралли-вали, тралли-вассер. В общем, короче, страницы нашего альянса вы можете беспокоить, как его перейти. Офигенно. Значит так. В реальных баттлах. Самые популярные реальные баттлы это BDFF. BDFF. Dance Wars. Тоже очень популярный танец. Ну, от него производят там, соответственно, Crazy Beat, Air Fitness, ну и прочее. Но это все от Dance Wars фактически. Значит так. Ну, как в них участвовать? Там нет ничего особого такого сложного, как нам надо выходить, с какой стороны выходить. В общем, вы можете выйти, куда вам нравится. То есть, вас вызвали, вы встаете куда хотите. Дальше вы с противником можете договориться. Можете не договориться, если у вас уже судья, собственно, сказал, кто первый. Да? Уже как судья откажет, так вы и делаете. А так вы можете противнику прям по ходу, по ходу договориться. Если об родительнике уж никак не соглашается, там пусть его придет. Хотя это очень чревато. Дальше. Вот ли могут и девочки кстати. Конечно, могут. Могут и девочки там смотреть? Конечно, могут. Если, конечно, не крути, там последний размер. Да, конечно, могут. Дамы. Дамы. Так. Продолжаем съемку. Девочек в культуре мало. Но... Девочек в культуре мало, но их очень любят все. Так что если вы девочка, и то вам лучше, и вам нравится ДНП, то вы можете танцевать спокойно. Как долго можете тренироваться? Получается в тренировке в день, в самых условиях. Если вы можете больше, то танцуйте больше. Какие неприятности могут ждать? Подвороты постоянные. Вы можете ногу подвернуть, когда угодно. Дальше. А, все. Собственно, все. Значит так. Я специально не стал никаких сообществ употреблять, чтобы на меня потом не было боно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...